24 медика лишь в одном военном госпитале Алматинской области заразились коронавирусом. Спасая жизни людей, врачи, так же как и сотрудники гражданских больниц, ежедневно ведут борьбу с невидимым врагом. Однако, в отличие от своих коллег, надбавки за высокие риски им не предусмотрены. Алина Параджан продолжит. Медицинский персонал военного клинического госпиталя в Алматы возмущен. Еще бы! Несколько месяцев назад лазарет был перепрофилирован в инфекционный стационар. И вместо солдат со стандартными болезнями на больничных койках оказались пациенты с диагнозом COVID-19. Работая сутками и подвергаясь высокому риску заражения, военные врачи до сих пор не получили обещанной надбавки к заработной плате. Работали по 24 часа в сутки. Сутки нам давалось на отдых. Через сутки мы снова заступали на сутки. Работали, можно сказать, с большими переработками. По сегодняшний день нам не оплатили ни одну надбавку, ни одной премии. Жалобы своих сотрудников в Министерстве обороны допускают уместными и даже пытаются помочь добиться справедливого решения. Но в Министерстве финансов считают иначе. Сегодня нами получен ответ от Министерства финансов за подписью исполняющего обязанности, что отсутствует целесообразность выплате надбавок медицинским работникам вооруженных сил, так как они обеспечены достойным денежным довольствием. Несмотря на полученный ответ, Министерство обороны продолжит работу по разрешению данного вопроса. С первых дней пандемии к основной задаче военных медиков в сохранении здоровья солдат и офицеров добавилась еще одна – спасение жизни гражданских, зараженных коронавирусом. Наши госпиталя и лазареты мобилизованы к борьбе с коронавирусом, оказывая медицинскую помощь всему населению, которых привозят на скорой помощи. По вооруженным силам в борьбе с COVID-19 задействовано около 2000 человек медицинского персонала. На счету военных докторов более 500 спасенных жизней. Однако не обошлось и без потерь. 24 врача только в Алматинском госпитале, спасая жизни, заразились COVID-19. Сколько всего инфицированных военных медиков в Казахстане неизвестно. Также нет данных и об общем количестве военнослужащих с диагнозом COVID-19. В целях обеспечения национальной безопасности эту информацию не разглашают. Алина Параджан, Хабар, 24.